шалом мои дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы шафте вне дорогие друзья маша говорит о великих институтах иудаизм судах судьях чиновников царях священниках левитах и пророках сначала говорится судьях шофтим для работы судей нужно также исполнительная власть шатрим заповедь о судьях является коллективной заповедью дорогие друзья народ как коллектив должен поставить над собой судей тара учит нас что цедык справедливость это гарант нашего существования в стране но давайте с вами вернемся к тексту рукописного свит который где буква то в слове там мим которым открывается стих без хитрости будь перед господом твоим богом дворим 1813 значительно большего размера чем остальные буквы что означает дорогие друзья требования без хитрости спросите вы меня давайте попробуем разобраться начнем мы с вами с того что комментаторы объясняют что тора должна быть путеводителем в нашей повседневной жизни и поэтому есть заповедь для народа построить судебную систему государстве которая будет основана на торе приходится вспомнить что первый кому применено это определение там там им был я оков про которого сказано а яков был человеком простым сидящим в шатрах береши 2527 обыватель представляет себе бесситресного человека как того кто немного достиг в жизни это может быть какой-то юноша который скажем учит тору поскольку больше ни на что хас выхалила не годится оказывается таким вот простым был и про отец нашего народа дедушка израиля однако как видно из повествования тора яков вовсе не похож на простодушного и наивного человек в современном мире принято считать что бесхитростный человек наивен и недалек однако изначальное значение слово там наивный в торе и в частности в стихе бесхитростным будешь или будь перед господом твоим богом совершенно иной писание то есть тура использует его и знать в значении цельности и полноты личности на это значение указывает контекст нашего стиха моши объясняет слушателям что им не дозволяется следовать примеру других народов которые слушают волхов и кудесников то есть всяких колдунов как бы они не хотели проникнуть в будущее им надлежит быть бесхитростным перед богом последовательными и цельными в своем служении некоторые люди дорогие друзья видя что они не могут узнать будущее дозволенными методами что дверь так сказать заперта стараются заглянуть в замочную скважину когда что-то действительно важно знать человек может не удержавшись приоткрыть дверь ведущую в закрыт в запретные области в этой связи дорогие друзья фраза бесхитростен будь перед богом твоим господом означает требования искренности цельности личности сохранять ее в отношениях с творцом означает не искать лазеек выходящих за пределы дозволенного таким образом бесхитростность действительно содержит неслыханную простоту цельность вся тура дорогие друзья говорит о том как подняться над собой над своим эгоистической так сказать сутью или природы обрести любовь творениями через них к творцу другими словами вернуть свою простоту без хитрый бесхитренность это не просто дорогие друзья в своих желаниях решениях действиях и даже мыслях мы должны поставить судей и над смотрящих это значит осознать каждый шаг отследить каждую мысль и почему сказано о вратах врата это наши внутренние фильтры через которые мы действуем они позволяют или запрещают производить контакт с внешним миром и даже самим собой поэтому фильтры преимущественно относятся к взаимодействию с внешним миром если человек действительно хочет развиваться ему без этого не обойтись только с помощью правды ты сможешь подняться на духовный уровень который называется землей израиля или войти в нее и только это и есть жизнь а то как мы существуем в нашем мире в кабале и внутренней части торы не считается жизнь пока в человеке не проявится свойства торца он не называется живым он называется существующим на животном уровне а духовного уровня в нем еще пока нет когда же человек будь то в результате собственных размышлений под влиянием среды или воспитания теряет умение видеть новые и не способен принять его сходу его жизнь будет отравлена с надобием смерти так сказать он лишается дара непосредственного восприятия но с другой стороны быть простодушным трудно эта задача просто разве для того кто никогда не разочаровывался в людях кому никогда не носили удары в спину такому человеку проще принимать на веру слова других проблема обычно возникает у тех кто уже обжегся так сказать им сложнее сохранить простой подход к миру этому тоже необходимо научиться несмотря на то что от нас требуется проявлять свою бесхитренность в этой главе мы читаем о городах убежищах куда мог скрыться совершившие непреднамеренно убийство человек и где он мог раскаяться элул дорогие друзья это месяц святости и раскаяния время когда человек может отвернувшись от проступков прошлого полностью устремиться к новому освященному светлому будущем тара говорит нам что в каждом месте в котором мы живем должны быть судьи и охранники их задача следить за тем чтобы все вели себя согласно законам всевышнего каждый человек дорогие друзья как маленький маленький город и в нем есть районы для нас этот долг охранять все районы нашего собственного города думать что говорим и что делаем а именно то что хочет от нас творец ворота которые пропускают наш город это глаза уши нос и рот всевышний полагается на нас чтобы мы или что мы знаем как охранять наши ворота и благодаря соответствующим действиям мы удостоимся скорейшего избавления этого я нам всем и желаю браха вацлаха будьте здоровы шаббат шалом охраняйте свои врата ваш раввин каплан а